Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Скайрим. Собственно, видите, валяется ярость красного орла. Наконец-то я нашел, как ее выкинуть внезапно, потому что выкинуть, просто положить в сундук нельзя было. Ну, как бы квестовый меч. А все просто, берем эту пакость. Две штуки же взялось, где их столько подобралось, прямо не знаю. В оружии выбираем эту самую ярость красного орла на основную кнопку, ну, на левую, типа. И в стенд для оружия тык, типа, ложим. А он даже в стенд не попадает, но при этом все-таки выпадает из рук. И вот он теперь тут валяется. В нашем чудесном домике. Привет. Интересно, можно ее стукнуть? Ну, нет, это будет какой-то... Не будем стукать. Хус Карла, а то обидится. Вот он, топор владения Вайтран. И его, кстати, можно... Кстати, его можно же. Че он тут лежит? Его надо на стенд повесить. Че он валяется так? Оп. Вообще, может, двойное оружие прокачать? Да-да-да-да, точно. Оп. Как-то не очень. На стейке выглядит. На стейке. Эти могут пропасть, но, честно говоря, ну и ладно. Вот пусть хоть пропадут. Че такое? Обязательно буду смотреть по сторонам. Честь и слава. Да-да-да. Этим временем мы пойдем... Только надо все-таки оружие взять в руки. Пойдем по квестам. Так, начнем с оружия. Оружие, конечно, вот это и это. Оп. Другое дело. Ну и поехали добывать. Че там надо было? Меч какой-то? Ой, а мы сюда... Как мы сюда вообще... Наверное, отсюда. Каирный... Стоп. И тут каирный мятежник. И там... Ну ладно. Но так ведь... Наверное, придется пройти сквозь какие-то... Злопакостные укрепления этих самых изгоев. И найти чудо-щит. Наверное. Не уверен. Так, стоп-стоп-стоп. Стрелочка показывает вот куда-то просто вот туда. Давайте уточним. Так, что-то... Что-то не в ту сторону. Вот все-таки... Сюда правильнее. И дракон влетает. Сейчас, значит, дракон падает. Всех там выжигает. Смеется, потому что легко лопает от смеха. И мы собираем лут. Простой. Вполне мне устраивающий сценарий событий. Нет, правда. Он сейчас упадет на нас. То их тут два. Что-то с этими драконами надо делать. Возможно, если бы еще вампиры против драконов вот как-то сцепились друг с другом. А мы с ними и... Ух ты, а наверх-то тут и не пробраться никак. То есть, все-таки через ту пещеру надо заходить. Такая ситуация. Утес, холодный ветер. А мы наверх... Не, никак. Нужно прыгнуть и наверх подняться, нет? Ну, должна же быть какая-то тропинка. Не может забыть, что вот так вот просто нельзя забраться. Ты он дракону говорит, уходи. Глупое создание. Вместе с драконом. Неужели мы... Тут что, были ступеньки? Тут были ступеньки. Чуть и надо. Изгой, грабитель. Пошел вон. Тихо-тихо-тихо. Там бежит что-то такое злое. Ё-моё. Слышь ты, ледяной этот? Отронах. Отстань. Это вороже я. Я тронах пропал, нет? А это не он вызвал. Не, не, не она в смысле. Это... Тут ты вызвал? Ах, вот тут маг вызвал. Ты гаденыш. Гаден. Гаденка. Ой-ой-ой. Кончилось-то это. Так, я понял. Они хотят, чтобы мы зелье приняли. Зелье. Это зелье чего? Запаса сил. Ох, вот так. Серьезно? Сколько можно? Неседай. Курица достала уже со своими отронахами. Кровавой венец. Отстой. А где от этого отронаха лужа? Или что там от него осталось? Ничего не осталось? Ну тогда отворожеешь, что ты должна была остаться. Ты кто такой? Голова козла, а ты... Мы ему голову отрубили? Нет, это... Походу даже не мы его убили. Ну, там эта курица попала своим шипом. Где это ворожея? Ну где-то ж тут было. Где-то вот тут валилась. И так свалилась, что мы ее даже теперь не найдем. Да черт с ней, с этой ворожеей. И всех этой ихней компаний. Стрелочку вот куда показывает? Сюда. Сундучок. В котором... Вот это тот самый щит. Честно говоря, щит так себе. Но раз уж он такой ценный. Там, наверное, подпись. Черный камень, душ. Вот это хорошо. Ожирели сопротивление мороза. Ладно, золотое кольцо. Ворочий боевой молот. Стоит 180. На самом деле чуть дешевле будет. Раза в три. И все. Это все, что тут было. Вот и все, что было. Ты как хочешь это называй. Да и все. Тут даже наверх подняться ничего нет. Но мы можем отсюда телепортироваться как-нибудь? Правда? Пещера ответственный утес. Наблюдательный поезд. Четыре черепа. Надо убить головы бандитов. Оплот красный орел. Не знаю. Такое ощущение, что можно добраться только пешочком. Вполне вероятно. Учитывая, что тут летают драконы. И скорее всего нам скажут, что нельзя телепортироваться, пока есть рядом враги. Правда, вот красных точек на радаре нет. И дракон, возможно, улетел. Не заметил. Как так? Такого видного драконоборца. Не, не, не. Драконорожденного. Довакина. Не заметить. Прям обидно. Ну, впрочем, ладно. Вот тебя заметил кто. Ты кто такая? Саблезубка моя. Ты моя саблезубочка. Эх. Вот просто идем туда, куда указывает стрелочка. Без всяких изысков. Тут какая-то еще есть пещера. Вот. Где-то здесь она. Где-то здесь. Мы ее не найдем. Наверное, не стоит. Мы пойдем лучше другим путем искать. То, что нужно найти. Ох, не нравится мне вот это вот. Это же есть оплот красный орел? Если я не ошибаюсь. Типа, мы его не заметили и прошли мимо. В очередной раз. А то нам еще дадут мечей красный орел, который не выкинешь. Опять в этом блеклом мире начинается дождь. Не туда, надеюсь, нет. Да, вот дыра какая-то. Какой-нибудь оплот тоже. Хотя, я даже не знаю, зачем такие странные помещения создавать? Что это такое? Наблюдательный пост. Как наблюдение? Наблюла? А вот это зря ты наблюла. Не того ты наблюла. Ты тоже. Хоть и... Вроде как орк. Вроде орк. А мозга нет. Привет. Мародер. Жулик, не воруй. Что дают? Зель лечения. Золото, отмычка, амулет Мары. Это надо взять, врачи Кинжо. Амулеты можно брать. Вещь хорошая. Что дают? Кажется, я тут уже был. Активировать пьедестал. Активирую. Ничего. Эй. Никак, ничего. Обидно. Так, что железный щит. Железный шлем. Железный меч. Все железное. Это логово железного дровосека. Железная секира. Точно. Надо валить отсюда. А то он вернется и мы его убьем. Как же потом сказка без него. Так, ну все вроде. Врагов не видать. Телепортируемся. Все, отдаем. Зенитар, бог труда и торговля. Кстати, это будет тоже заиметь амулетик. Надо амулетики всех богов. Тогда в поместье, в подвале можно построить каждому из этих богов святилище. А, и собственно, как бы не надо будет в храмы заходить, чтобы осветиться. Прямо в подвал зашел своего чудо-поместья. Осветился и пошел освещенный. Просвещенный. Но также исцелен от всех болезней. Между прочим, вампиры-то не кусали. Так, что-то вдруг вспомнил про вампиров. Может у нас тут вампиризм уже? Да нет, вроде. Эй! Показалось, что ФОВ изменился. Так вроде нет. Здрасте. Такое. А ты что скажешь? Ну такое. Ну говорите что-то. Ты знаешь, на себе кучу хлама. Ага. Только попробуй нарушить закон Марк. Знаешь, меня тоже могу занести. Один страшник говорит, будто видел, как маг поедет. Доброго дня. Ты часом не сможешь зачарам... Легких доспехах... Я что, думаю, они скажут намек, что там есть подземелье, в которое надо зайти и всех убить. Клан серебряная кровь будет. Так, ладно. Петя про это забыл вот этого. Он долемар какой-то дуримар. Эй, а где все? Что, ночь, что ли, на дворе? Все-таки что-то может быть у коллегии магов в Саартане. Это место отданно мертвым. Теперь я припоминаю, что из новичков соратник. Поглядывай в небо, и будь пространство. Все в порядке? Дай-ка угадаю. Видишь тех воинов из Хаммерфела? У них кривые мечи. Кривые мечи. Кривые мечи, ё-моё. Посмотрим, как братья Мури попробуют. Короче, что-то не говорят ничего, и ладно. Так, но нам надо все-таки о чем? Мы можем пойти... Если увидишь какие-то признаки поклонения Талос, твоя обязанность доложить. Обязательно! Дуримар, короче. Вот сразу начинаю тебе все докладывать. 11 это, но это ночь уже. Давайте подождем сколько часов. 10. 11. 11.11, это будет 10.05. То есть, постоял, помедитировал, посмотрел в пустой угол, хотел за ним две мирские машины убийства, известная как Сфера. Хоп! Вот и все сошли, собрались все как надо. Во-первых, эй ты! Нет, подожди, подожди. Эй ты! Щит хроуфдера у меня, держи! Держи! Тебе удалось почтить память моего отца. У меня просто нет слов. Деньгами давай. Я разрешаю тебе приобретать недвижимость в моем городе. Приобретать недвижимость. Поговори с моим управителем, он все устроит. И вот, возьми это. Подарочек. Подарок из личных запасов Ярл. Этот же самый щит сейчас, на. Эбонитовый шлем. О-о-о. Шлем Эбонитовый. Мой Ярл желает еще что-нибудь. При дворе есть покои для нового Тана. По большей части это просто почетный титул. Но и у него есть несколько привилегий. То есть дом не обязательно покупать? Однако даровать этот титул я могу только тому, кто известен в моем владении. И имеет недвижимость в моем городе. Жлобы вы все. Помогай моим людям. Да уж купил уже все. В смысле, помог, наверное. Почту за честь. Тогда вольно. Вольно. Смирно. Так, мы пяти помогли жителям. Помогли. Прошу извините, мам. Меня ждут местности. Я за наградой. Наблюдательный пост. Четыре черепа больше не представляет опасности. Великолепно. Это просто неоценимое уроки. Неоценимое. Получи свою награду. Получи свою награду. Сто золотых. Неоценимо, действительно. Это символическая плата. Вот дом восемь тысяч стоит. Нормально? Ну хорошо, купим дом. Замечательно. Сейчас как раз продается один дом. Покупаю. Чудно. Дайте два. Держи ключ от твоего нового дома. Здорово. Я так подумал, сколько у нас вообще денег-то есть. А денег у нас 23 тысячи еще. Хочу обставить дом. Я с радостью помогу тебе. И что же ты желаешь приобрести? Так, мебель для спальни. Не хочу, но надо. Хорошо, я договорюсь о работах. Да-да, я понял. Я с радостью помогу тебе. Вот тут диалоги сделаны, по-моему, похуже. И что же ты желаешь приобрести? В новом как-то проще это приобретать мебель для гостиной. Хорошо, я договорюсь о работах. Я с рад. И, кстати, не забывая. И что же ты желаешь приобрести? Так, теперь давайте. Алхимическая лаборатория. Хорошо, я договорюсь о работах. Я с радостью, и что же ты желаешь приобрести? Так, теперь лаборатория Зачарователя и Вестибюль. То есть можно и то, и другое. Лабораторию алхимическую и Зачарователя, и вообще все классно. Кстати, 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 Вестибюль хочу еще. Хорошо, я договорюсь о работах. Все, спасибо, до свидания. Так, тут разобрали, что квесты еще есть? Веди себя по совести с моими людьми. Надеюсь, мне удалось помочь твоим глупым людям. Придурковатый танк. Тогда по праву ярлы я нарекаю тебя... А, смотри, ярлы. Танк предела. Пожелую тебе личного кускара, что вы будете следить за твоим домом. Ну да ладно. И это оружие из моего арсенала. Арсенал оружия. И нам выдали оружие, которое называется... Оружие какое? Их можно, чтобы они приняли тебя за грязную червь. Да, грязную червь не надо. Оружие оказалось клинок владения предел. Хорошо. Прошу извинить, меня ждут городские дела. Окей, все классно. Рюрик. Рерик. Так, как этого... Анда... Анда... Анда Лемар. А потом мне прострелили. Нет, есть у него какой-то простенький квест или что-то вот такое прикольное. У тебя еще есть? Ярл может сколько угодно отказывать мне в приеме. Я понял. Он не сможет вечно нас не смешать. Хватит ныть, ты этот хейтер. Вот что я понял. Посмотрим, как братья Бури попробуют прорваться в это ущелье. Ох, они прорвутся. Я не знаю, может и прорвутся. О тенственных сприганах известно немногое. Да мы их уже били в промышленных масштабах. В штабах. Так и сказал. Ой, что-то... Что-то как-то все плохо. Как-то что-то ФП спросил. Ну ладно. Ну да ладно. Это потому что без причины. Потому что много красивых зданий тут. Так, я знаю где дом. Он где-то вот просто вот... Буквально где-то вот с самого края. То есть вот тут... Как бы это показать? Картой. Точно. Я не могу выразить ни как подробно, кроме как песней. Во! Это город в центре храма этой дебилы, дебилы. Хотя был когда-то Талоса, и там еще осталась дырка поклонения Талосу. Дырка поклонения Талосу, так и называется. Тут что-то ведьмина настойка. И вот тут с самого края, просто дальше уж некуда. Называется Влиндрил Холл. Дальше уже стена и ничего. Ну да, сюда так просто и не попасть. Но все же. И вот этот Влиндрил Холл. И нам по идее еще должны дать Хускарла, который бы за ним следил. На самом деле он будет сидеть, все там жрать, пока нас нет. И просто сидеть и жрать. А еще меня смущает одно. Тут нигде нет канализации. То есть, ну, как бы дом, все правильно. Спальня есть? Есть. А ночного горшка в ней нет. Он из этих, да? Как их? Ну. Изгоев? Стойка для кинжалов. Прикольно. А так, значит, что это? Наверное, вот это вестибюль, в котором... За 900 монет посадили вот такое. Тыкву-горлянку посадили. И джазби. Наверное, что-то хорошее. Ну, в общем, это хороший вестибюль. Были просто каменные пустые ниши. Ну, да ладно. Наверное, это гостиная, так называемая. Кучу книг можно сложить. Три книжных шкафа. По-моему, больше я нигде и не видел. Но разве что может в солитюде. Хотя и то не факт. О, есть вот это вот. Манекен. Мы на него сложим лишнюю одежду. А именно, ну, например, эбонитовый шлем. О, нет, нет. В смысле, это R надо нажать. Щит эбонитовый мы с собой носим. Может, его на него положить и забыть о нем? Сколько мы этот щит не использовали, и, наверное, не будем. Хотя он сопротивление огню увеличивает на 15. Это у нас самый антидраконовый щит. Так что, может, все-таки пусть побудет. Амулет Мары, рогот. Нет, нет, конечно, рогот наш. О, как! Выглядит стрёмно. Четыре стойки для оружия. Просто здорово. Великолепно. Только было бы что складывать. И да, надо же сложить тот самый... Как его там? Что нам выдали-то? Нам выдали, если я не ошибаюсь, клинок владения предел. Вот это вот такой вот. Хотя хороший, камни дужу заполняет. Ну, подождите, еще что-то вода... А, и дали еще нам эбонитовый шлем, который мы уже повесили на манекен. Ручьи боевой молот. Ну, это просто продать, он без ничего. Клинок владения предел. Вот берем и так, хоп. Теперь он тут. Типа, ну, красиво. Нет. Вот так себе, на самом деле. Ну, всякую же ерунду можно сложить сюда? Можно. Только это что будет за ерунда? Ну, например. Короче, боевой молот. Хоп. Нет, ну его продать надо. Ну, хорошо, пусть полежит все равно. Основное это наше владение. Это же слитюдское. Ну, и вайтранское, потому что оно классненькое такое. Так, итоговый у нас сколько? У нас 143. Масса. Нормально. Ну, так давайте же проходить дальше. А хотя нет, наверное, проходить дальше. А что дальше проходить? Дом мы получили, танство получили. Что еще надо? Вроде все уж как надо получено. Больше ничего и не нужно. Все уже есть. Но нет. Чего-то еще нет. И это все-то мы, пожалуй, посмотрим в следующих эпизодах. Как-то слишком короткий получился. Ну, нормальный, нормальный. Сойдет. Давай, выходи, заходи, проходи. Еще куча квестов, между прочим. Между прочим, по квестам-то только не так. Через J. Вот это вот этот, который еще ого-го какой. И еще скажу. Тут еще был... Где же это? Поговорить с охотниками в Рыст-Тигере. Ну, блин. Найти того, кто способен опознать. Присоединится братьям бури. Блин. А где же... Ай-яй-яй. Мы же там убили кучу каннибалов. И, возможно, один квест был привязан к ним, если даже не два. Ну, такое, в принципе, что. Посмотрим. Наверное, в следующем эпизоде. По крайней мере, надо основной квест тут пройти, который про изгоев. Вот уж он-то, думаю, не должен прерываться тем, что мы убили какую-то горстку вшивых каннибалов. Как-то так. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и до новых встреч.